Здравствуйте! Представьте ситуацию. Приходят к вам хитрецы из Газпрома. Я их так буду называть. У них есть фамилия, я их попозже назову. И говорят, теперь ваша земля, на которой ваш отец когда-то сажал картошку, будет наша. И купим мы ее не по кадастровой стоимости, а в 30 раз дешевле. Потому что мы так хотим, нам так выгодно. А то, что выгодно вам, это уже нас не касается. Историю Дмитрия Архипова, ветерана боевых действий, человека, который награжден орденом мужества, мы рассказывали недавно и можно посмотреть вот тут по ссылке. У этих хитрецов есть фамилия. Это Сивов Денис, это юрист там главный, и Галышкин Кирилл. Как мы предполагаем, вот за всей этой схемой стоят именно они. Что, в чем смысл? Смысл очень простой. Купить землю дешевле в 30 раз, чем она стоит. Ну а что, у меня забирают землю, хотят без вас. Говорят, что землю мне отдали, она ничего не стоит. В общем, я вас тут привезу, вы находите в охранной зоне. Ну да. Вы знаете, когда наша редакция стала разбираться вот в этом деле, оказывается, что эта вот схема купить землю дешевле, она не единственная у хитрецов из Газпрома у кого-то, они покупают землю подороже. Причем в несколько раз кадастровой стоимости. И вот тут возникает вопрос, а нет ли тут какой-то схемы? Но мы в этом разберемся, потому что мы этим делом занялись, мы пошлем запросы в главный офис Газпрома. Они-то знают, что там вот хитрецы их делают. И вот эти вот персонажи, вот эти хитрецы сейчас судятся с Дмитрием Архиповым, чтобы купить землю по той цене, которую они хотят. И наша редакция была на одном из судебных заседаний, мы подошли к юристам, которые представляли Газпром и вот этих хитрецов, и попросили у них комментарий. Вот что они сказали. Они просили не снимать их, лицо мы не снимаем, не показываем. Ну вот видите, все написано, читайте. Мы почитали и удивились, что там написано. Ну вот как бы понимаете, на то не хитрецы, чтобы так вот трактовать закон. Арендатор может забрать имущество у арендодателя со словами, я у тебя давно его уже забрал. Ну знаете, это такое вот, какой-то даже такое не рейдерство в 90-х, это просто какое-то такое вопиющее нарушение Конституции. Ну и тем более для Газпрома, ну очень странно поступать вот таким образом. Я прям удивлен. Помните в рекламе национальное достояние? Ну да. А национальное достояние что теперь? Отнять то, что плохо лежит? Знаете, когда с этими хитрецами борешься, это же не только на судебном уровне, вот такие вот чудеса происходят. Потому что на суде, на котором мы были, суд встал на сторону Газпрома, но там и на уровне главы администрации Сосновского района, Нижегородская область, Зимин, Анатолий такой есть. Анатолий Зимин до чего додумался? Он решил снести дом, где проживает Архипов Дмитрий. Суд ему отказал, потом он решил в зимнее время отключить у них газ. Это в доме, где живут малолетние дети, ветеран и инвалид войны. Это Дмитрий Архипов. Он инвалид войны еще. И у нас, в нашей редакции, есть все основания полагать, что в эту затею, если так можно сказать, он затеял, в интересах вот этих вот хитрецов из Газпрома. Возможно, в голову кому-нибудь, нормальному человеку, может прийти такая мысль, дом в зимнее время, где находятся малолетние дети, отключить от газа, от теплоснабжения, чтобы они замерзли там что ли? Куда смотрят правоохранительные органы? Это тоже интересный вопрос. Тоже бы хотелось на него получить ответ. Вот другой бы, наверное, на месте Дмитрия Архипова, который не был бы ветераном боевых действий, он бы, наверное, опустил руки и сказал, что тут с такими людьми делать? Но Дмитрий Архипов верит в то, что закон работает. И наша редакция уверена, что он достоин, он достоин, чтобы к нему отнеслись справедливо. А закон тут четко прописан, что нужно в таких случаях делать, когда у вас изымают землю. При изъятии земельных участков такое изъятие допускается при условии равнозначного возмещения в виде рыночной стоимости изымаемого земельного участка и убытков, причиненных в результате такого изъятия. И, как я уже говорил, есть такой интересный момент, мы в нем обязательно разберемся. Это когда в соседнем районе, 100 километров, для этих же целей, за подписью Галышкина, и там земля откупленная в два раза дороже. В два раза дороже кадастровой стоимости. Как так? Здесь в 30 раз дешевле хотят, а тут в два раза дороже кадастровой хотят. Нет ли здесь какой-то коррупционной составляющей? Мы напишем запросы, узнаем, что по этому поводу думают в центральном офисе «Газпрома». И, конечно, выпустим перед апелляцией, которая будет в следующем году, выпустим наш такой большой фильм расследования и все вам расскажем. Мы не против, чтобы мечты сбывались. Мы против, чтобы они сбывались у кого-то за чужой счет. До свидания.